Гриндейл Продакшнс представляет Доброе утро, Ванкувер! Сегодня жаркий денёк. Учёные подтверждают, что температура увеличилась за последние три года. Наводнения продолжаются по всему миру. ООН принимает меры по предотвращению катастрофы. Ввиду сокращения ресурсов, мы близимся к новой мировой войне. Город не сталкивает, что не сталкивает, что не сталкивает. 12 дней продолжаются беспорядки. Мэр призвал. Огромная дамба строится для защиты территории, получившей название «Первый сектор». Преступность вызывает опасения. Спираль признана лучшим средством борьбы. Внедрение спирали прекратило волнение в городе. Создало двухъярусную систему. На территории Ванкувера нет чужаков. Это заслуга дамбы и безупречной системы спираль. Спираль. Нет. Где фотография? Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Стой! Ни с места! Ни с места! Ни с места! Ты не знал, что от копа не убежать? Коп? Это шутка. Ты же просто охранник. Попросил мамашу пришить значок? Активация. Руки. Мне не шевельнуть рукой. Значит, наручники работают. Спасибо. Эй, не бросай меня так! Так ты кто-то вроде охранника? Я кто-то вроде копа. Офицер, докладывай о взломе. Мой чердак обнесли. Поможешь? Что случилось? Вас обограли? Да. Где живете? Олд китс. У этого парня не было фото? Так, вы из третьего сектора. Не мой участок. Звоните в свой отдел. У нас нет копов. Слушайте, мне жаль, что вас украли фотографии. Вот. Здесь много денег. И будьте осторожны. Хочешь выпить? Пойдем за мной. Привет. Привет, Элли. Ты тоже здесь? Берет? Я подожду, пока вы договорите. Эй, да брось. Отлично. Я запомню, как тебя можно использовать. Я понимаю, о чем ты говоришь. Сладкий? Детка. Что налить? Я возьму самую дорогую бутылку в этом баре. Да ладно. Ух ты. Неожиданно разбогател, да? Да, я почти скопил на свой переход за стену. Вот и праздную. Правда? Зачем тебе туда? Там ужас. Ужас. Рассказывай. Моя тетя жила там до прошлого года. Такое рассказывала. И потом... Ты же не бросишь нас. Красавчик. Не надо, я коп. Да, ты коп. А у копов много денег. Сладкий. Работаешь на правительство. Обожаю мужчин в форме. Возвращайтесь к работе. Трендор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично. Герой по найму. Он еще и пьяный. Сэр, офицер Эйден Магнусон, полиция второго сектора, городской отдел. Офицер Магнусон, спасибо за службу. Слушайте, сэр, я видел тату и шрам. Мистер Магнусон, вы очень помогли, но просим вас покинуть место преступления. Не мешайте работать сотрудникам полиции. Спасибо за понимание. Не будем делать вид, что подобное происходит впервые. Просто в этот раз тело приняло трагический оборот. Он отвратителен. Все, отвратительно. Это место отвратительно. Хорошо, мы поняли вашу позицию. Спасибо за звонок. Для тех, кто только что присоединился, мы обсуждаем арест советника Николаса Фельтану за убийство во втором секторе. Перевести деньги. Следующий звонок. Доброе утро. Всем привет. Я Сет. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Спасибо. Сюзен. Можно Сюзи или Энн. Только не сью, а то ударю. Ладно, Сюзен. Мне уже пора. Приятно познакомиться. Спасибо. Всем офицерам службы безопасности сектора просьба... Ты попался. Можешь идти прямиком в его кабинет. Кожаный вызывает. Он там? Я не. Только что ушел. Велел подождать. Вернется, набрать тебе зад через минуту. Заткнись и присядь. Если вы на том парне с деньгами, то все не так, как в тот раз. Все за прошлой ночи? Приезжали из первого сектора. И они... Помолчи. Ковночу. Сэр, давайте обсудим. Зачем вызывали? Тебя повышали. Что? Наловил штанет. Тебя повысили. Везучий сукин сын. Та ситуация с вызовом первого сектора. Ты выиграл в лотерею. Взял золотой билет. Какой-то политик что-то натворил. Вот ту блин. Боже. Холодная вода, горячая. Чистые шмотки. Чистые бабы. Какие телочки за этой стеной. Возьми. Возьми. Зачем это я? Ой, а, да. Позволь. Телочки. Для перехода. Готовьте все необходимые документы. Предоставьте документы для проверки. Пропуска предъявлять в раскрытом виде. Наверх. Проходим. Представители класса А и Б должны предъявить специальные разрешения. Представители класса С и ниже не допускаются. Представители класса А и Б должны предъявить специальные разрешения. Представители класса С и ниже не допускаются. Я даже спрашивать не буду. А ты в костюмчике что тут забыл? Я здесь по работе. Я полицейский. Заявления второго сектора на границу не принимают. Никаких исключений. Но, сэр, я не ищу работу. Меня призвали на службу. Документы есть? Отвечай. Нет, сэр, документов мне не дали. Но на спирали есть отметка. Много времени потратишь в очереди. Мое время уже потратил. Для перехода подготовьте все необходимые документы. Предоставьте документы для проверки. Для перехода подготовьте все необходимые документы. Выложите все металлические предметы. Взгляни на эту. Тебе понравится. Бог ты мой. Остановитесь. Поднимите руки и раздвиньте ноги. Поверни. В чем опять проблема? Зона ожидания второго сектора. Это парень из новостей. Вы переходите с девятого уровня на седьмой. Так вы тут суперкоп? Пришли очистить наш город, да? Заседание комиссии состоится... Вот так. Еще одна в коллекции. Ты посмотри. Проходите, сэр. Спасибо. Офицер Магнусон. Офицер Эйден Магнусон. Здравствуйте. Я Викторий Мэттис, пресс-секретарь доблестной полиции Ванкувера. Вас зовут Викторий? Мои родители верили в победу. Зовите меня просто Вик. Я провожу вас в участок. Но сначала заедем за новой одеждой. Кто вас одевал? Моя мама? Слушай, этот парень, симпатяга, весь вечер был в новостях. Нет. Мы в разгаре предвыборной кампании. Если ты не хочешь ее проиграть, то возьми себя в руки и делай все необходимое. Где Викторий и тот парень? Я знаю, просто хотела, чтобы мэр познакомился с ним заранее. Чтобы вызвать у него отцовские чувства, или как там говорится. Мэр уже ждет вас. Представлю вас ему, пока мы не начали. Понимаете? Познакомитесь. Что вообще происходит? Виктор, как он одет? Ну, не знаю, он... Так, я приехал. Господин мэр, мы опоздали. Проблемы на границе. Что? Очередное интервью? Я даже вопросов не видел. Надеюсь, ответы вы мне подготовили. Нет, сэр, это презентация с молодым офицером. Мы в департаменте полиции. Сын Магнусона, сэр. Привет, Вик. Магнусон. Я знал твоего отца. Что, что-то отлично. Боже. Девочки, можете сделать его чуть презентабельнее? Кто она такая? Кристин? Да. Она правая рука мэра. Его обоевая подруга. Добрый день, дамы, господа и представители прессы, которые, как известно, не имеют пола. Добрый день, Ванкувер. Наш мэр, Дэд Брауэр. Спасибо, что нашли время прийти. Прежде чем я представлю вам этого выдающегося юношу, без преувеличения цвет общества нашего города, я хочу поделиться с вами личной историей. Много лет назад наш город прошел через такое, что можно назвать только настоящим адом. Влада, затопившая город, разрушила нашу жизнь и, кажется, унесла с собой нашу способность сочувствовать. Но и в эти темные дни не угасал луч надежды. Такие люди, как доктор Аарон Магнусон, без устали трудились, чтобы облегчить обычным людям переход к новой реальности. Мы с доктором не всегда соглашались, но оба сходились во мнении, что главной целью нашей работы должна стать помощь нашим согражданам. Тот факт, что сегодня я стою на одной сцене с сыном моего главного политического оппонента, говорит сам за себя. Поприветствуйте этого очень храброго молодого человека, мистер Эйден Магнусон, подойди сюда. Благодарность за твою помощь в поимке особо опасного преступника. Мы, жители свободной территории Ванкувера, предлагаем тебе должность в Центральном управлении полиции Первого сектора. Как вы чувствуете, героинцы? Смешается. А за сценой болтал без умуку. Господин мэр, что вас связывало? Что вы собираетесь делать дальше? Офицер Магнусон очень устал после долгого дня, поэтому все ваши вопросы лучше отложить на путь. Господин мэр, что вас связывало? Спасибо, что пришли. Спасибо. Офицер Магнусон! Мэр! Господин мэр, простите. Офицер Магнусон, как вы прокомментируете? Политика для политиков. И не думают поднять мне бюджет? Вместо этого они присылают мне новейших. Я давно на службе. Ты мне не нужен. Так что, веди себя как можно тише. Как рыбка. Иногда я буду открывать аквариум и бросать корм. Но слышать я тебе не хочу. Если меня или моих людей ты достанешь, я лично отвезу тебя обратно на границу сектора и дам пинка подзыв. Это понятно? Да, сэр. Срочно пришлите констабля Мерсера и мисс Дюлю ко мне в кабинет. Констабль Мерсер, Корин. Это Эйден Магнусон. Он у нас новенький. Привет. Крин Дюлюк. Привет, я Джек. Привет, я тебя в областях. Мистер Магнусон, приятель Мерсер. Он из второго сектора. У него есть некоторый опыт, но вы должны показать ему, как работает настоящая полиция. Констабль? Да. Констабль Мерсер. Я предаю вобромца Магнусона вам. Учите его и направляйте. Мисс Дюлюк – координатор департамента. Она расскажет вам о текущих операциях и поможет с предоставлением жилья. Это наша лаборатория. Но новое оборудование передает все данные в систему, и лаборатория уходит в прошлое. И я уйду в прошлое вслед за ней? Давно надеюсь, Брайан, но вы все еще здесь. Доктор Уолкотт – главный разработчик общегородской базы. Доктор, это Эйден Магнусон. Я читаю новости и знаю, кто он такой. Очень рад встрече. Я знал твоего отца, близко знал. Но, Карин, все это не просто городская база. В эту паутину попали все. Она объединяет, защищает нас. Знаете, вероятность совершения преступления в этом городе... Доктор, это, конечно, очень интересно, но Эйдену еще многое предстоит увидеть. Да, 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 конечно. Заходи в любое время. Я знал твоих родителей, отлично знал. Здесь кухня и гостиная. Есть все, что нужно. Неплохо, вам понравится. Сегодня мы обсудим шокирующие подробности ареста Николаса Фильтана. Движение Айрона Магнусона против стены скомпрометировано его сыном. Не насмотреться, да? Они же буквально издеваются. Покажу остальное. Мешок для мусора? У тебя что, грязного белья не бывает? Завтра ясно, температура держится на большей средней около 13 градусов. Откуда он взялся? Начинает казаться, что команда мэра днем и ночью следит за оппонентами. Это смешно, Марк. Давай на время забудем про политику. Это необычное преступление. Я к тому, что у него все признаки. В признаки чего? Сценарий? Дай мне закончить. Что-то в этом деле не сходится. Все, кто сегодня наблюдал этот политический фас, не могли этого не заметить. Это театральщина придумал не Мэр Брауэр. Кто этот парень? Откуда он? Пишут, что из второго сектора. Сын террориста. Что? Сам подумай. Это смешно. Что о нем известно, кроме того, что он эспиралит? Сведения о работе? Мы звонили в службу безопасности второго сектора и получили рекомендацию от шефа Крэспи. Цитирую. Да, нормальный парень. Ну вот. Да, слабоватых ли героев, которые участвовали всем городом. Полное совпадение. Полное совпадение. То есть 100% совпадение ДНК по всем данным. И свидетельство юного героя. Мы обсуждаем неожиданный арест Николаса Фильтану. Запросил портер на арест? Да, скоро будет. Что он делает? Прошу прощения. Официар Маккессон, надо по слову. Да, конечно. Что ты делаешь? Этот парень здесь говорит, что он увидел пять парней. И наши парни были сидеть здесь за около часа и они нашли двое. Я не знаю, он выглядит, что он действительно увидел пятерых. Я знаю. Ну, мы уже говорили, что он неожиданно арест. Ну, если вы хотите брать его в саду, когда мы получили рапорт. Когда вернемся в отдел. Это не нужно. Может, он просто запутался, да? Большое спасибо за помощь. Но парень в органах недавно и... Ну, брат, ты готов или как? Ну, я не знаю. Слушайте, когда мы поговорим с Мерсером, его не будем делать. Покажем тебе кое-что. Вы кого, если быть точнее, да? Погнали. Эй, слушайте, ты же тот самый супер-коп, да? Ох ты, круто. Даже не верится. Я угощу тебя в этом. Кэти? Вот и пришли, да? Эйден, для вас сообщение. Ого, голосовая помощница. Что еще у тебя есть? Прослушать. Эйден, здорово. Это Бэррот. Представляешь, я звоню из-за дела. Ой, неужно. С телефона запрещено. Пойдем в спальню. Будешь сам мне звонить. Не забывай. Мы же с тобой выпьем в эту пятницу. Мужики только о тебе и говорят. Серьезно, меня уже бесит. И так на меня смотрят. Ну что ж, я оплачу налоги и хочу узнать, на что уходят мои деньги. Боже, Эйден. Дисциплина, выполнение приказов. Ты же это любишь. Снимай. Боже. Они солдаты, не надо стоять на вытяжку. Понимаю. Полицейский стал. Танцуй, малыш. Танцуй. Да. Отлично. 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 Да. Ты куда? Я получила то, зачем пришла. Сладкий, ты... Ты же не думал, что мы... Нет, нет, нет. Понимаешь, этого тела грязь не коснется. Мы друг друга не помнили. Ты забыл, откуда ты. Мы должны поверить, что Суперкоп не смог поймать его в одиночку. Мужика за пятьдесят. Майерс, Хамильтон. Мерсер, твой новый напарник? Эй, наш доктор Фонки. У тебя новая подружка? Торокашка пыталась пролезть через стену. Думала, мы тебя не заметим. Представляете, как крыши. Только отловим мелочь, а вы зато особи покрупнее. От стены никакого толпа. Боже, ну и вонь от нее. Они все воняют. Жалко. Если ее отмыть, было бы ничего. Но эти ароматы канализации. Эй. И что вы будете делать с этим скунсом? Скунс? Слышал этого парня? Не знаю. Пойдем за мыло. А потом... Эй, эй. Она не дышит. Она не дышит. Мерсер, надо вызвать скорую. Что с этим парнем? Все хорошо. Придется с себя через минуту. Она не дышит. Вызовите скорую. Не знаю, ребята. Может вызвать? Уврачи что-то других делник. Все нормально. Ты в своем уме, Джефф? Глаз. Лучше не смотри. Ты бы видел, как ты снимаешь штаны. Тебя это прославит. Эй, Джефф. А если мне надо вернуться во второй сектор? Это очень сложно. Ну... У тебя полицейский значок, так что пройдешь без проблем. Но все обрадает свою систему, так что... А арест Фильтана? Надо кое-что проверить. Это возможно? Арест Фильтана? Зачем тебе? Не думай об этом, парень. Эту историю забудут через пару дней. Эй. Эй. Все? Всё? Вот, есть ключ. Доступ разрешён. Выберите сектор. Ускорить в двадцать раз. Остановить перемотку. Перемотать. Файл закрыт. Чёрт. Чёрт. Повторить сканирование. Загрузить файлы. Загрузка. Проверка. Готово. Привет. Ты что, призрак? Симпатичный прикид. Даже значок себе купил. Эй, я пытался помочь, но ты сама... Да, помог. Важный коп. Большой козёл. Я была тебе так благодарна, очнувшись там на куче камней. Я ничего не сделал. Ничего не сделал, чтобы их остановить. А чего ты ждала? Ты проникла за стену. Может, я искала тебя, друг. Внимание. Проходной пункт закрыт. И возобновить работу в восемь утра. Пропускной пункт не работает. По возвращении, мистер Магнусон. Ступайте, констебль. Сэр? Магнусон, когда я просил тебя вести себя как можно тихо, я не имел в виду самовольное... Пересечение стены! Простите, сэр. Надо было взять кое-что из дома. Аквариумная рыбка. Это первое предупреждение. Второго не будет. Уйди, Магнусон. Привет, Айден. Доктор. Молодец, что зашёл. Чем могу помочь? Сам точно не знаю. Хотел спросить, не бывало ли случаев некорректного поведения системы? Значит, ты всё-таки сын своего отца. Айден, я работаю с системой 20 лет. Я 30 лет её разрабатывал, и никогда не замечал за ней некорректного поведения. проще говоря, собирая биологические данные из каждого... Я знаю, я понял принцип. Я просто думаю... У меня есть одно видео. Не знаю, подойдёт ли для анализа. Что это? Откуда взял? Из системы. Стандартный файл. И как ты только уговорил на это, шеф? Просто достижение. Похоже, что политика всё-таки у тебя в крови. Этим не стоит гордиться. На этот счёт я не уверен. Бывают и хорошие. Твой отец... Отец-идиот. Предпочёл семье политику. Ты к нему несправедлив. При всём уважении, сэр. Вы там не жили. Тут ничего нет. Ни одного файла на устройстве. Я не понимаю, я проверял. Ну, не волнуйся. Поговори с шефом, принеси другую копию, и я посмотрю. Хорошо, так и сделаю. Мне пора. Спасибо, доктор. Просто Брайан. Мои двери всегда открыты. Эйден. Прости, если я обидел. Я не хочу. Включить экран. Поиск. Фильтано. Все доступные данные. Соперника мэра поймали с поличным. Образец спирали? Запрещено. Кем запрещено? Информация недоступная. Доступ к первому сектору. Эйден Джаспер 34. Эхо. Заблокировано. Все данные об арестах членов Совета. За последние два года. Три года. Поиск. Аарон и Шелли Магнусон. Надеюсь, вы не станете над ним издеваться. Это жестоко и необоснованно. К тому же запрещено закон. Не сделаю ничего, что не делаете вы. Да, этого я и боюсь. Вот там правая дверь. Мистер Фильтано, вам посетитель. Ваш 20 минут. Столько не нужно. Мистер Магнусон. Не ожидал я вас увидеть. Вам уже дали за меня медаль? Мистер Фильтано, есть пара вопросов по вашему делу. Я тоже хотел вас спросить, если можно. Как еще что вы тут забыли? Хотите выслужиться перед начальством? Нет, я смотрел ваше дело и заметил кое-что непонятное. Кое-что. Надо же. Мне так вообще ничего не понятно. Я в тюрьме! Сэр! Охрана! Сэр, прошу, помогите мне разобраться. Я смогу помочь. Вы только усложните мне жизнь. Я смотрел записи с границы. Вы проходили несколько раз. Дата и время совпадают. Я хочу спросить у вас. Зачем вам во второй сектор? Это... Это необычно. Что ж... Есть то, что там можно сделать, и получить неподходящий для нашего британского города. Брауэр хотел услышать это. И я никогда не был идиотом. Охрана! Эдем, у вас посторонний. Служба охраны уведомлена. Ком-предсет активировано. Отключено. Будете дать еще указание? Откройте дверь! Откройте дверь! Мы знаем, что вы там! Помнишь меня? Ты что-то не забыл. Чтобы не забыл. Все, Петерс. Будь добрее. Здравствуйте, канцдабль Магнус. Как самочувствие? Хорошо. Итак, мы осмотрели вашу квартиру и проверили, почему возникла ошибка системы. Надо обсудить это с управлением. Осталось только просканировать. Ребята, отойдите оттуда. Спасибо. Итак, процесс очень простой. Сканер постоянно подключен к системе. Надо только нажать на кнопку. Запускаем автоматическое сканирование. Есть фильтры, не пропускающие информацию от пыли, то есть омертвевших кусочках кожи. Кроме этого, он сканирует все. Отпечатки пальцев, волосы, кровь, все выделения организма. Все сканируется. Теперь, удалим данные полицейских и охранников. Остается Валерий Констов. Ставь. Вот и все. Купер, запрашивай ордер на арест. Ребята, собирайтесь. Пусть мистер Магнусен отдыхает. Подождите. Я не понял, кто этот парень? Это нападавший. Нет, это точно не он. Кто он такой? Эй, не знаю, что ты натворил. Он из второго сектора, твой земляк. Мафиози, средней руки. Не знаю, что у тебя с ним. Нас это не касается. Может, выстрелить охрану? Нечего бояться. Мы его взяли. Все, ребята, собрали документы, ноги в руки и бежать. Костяки бывают сильными. Как он с такой комплекта забрался на балкон 22-го этажа? Система не верит. Да, по крайней мере, не нарочно. Эйден, рад тебя видеть. Я боялся, что в прошлый раз я... Боже, что с тобой? Да, я... Потому и зашел к вам. Что это? Это... Помогите мне выяснить, что это? Интересно. Сейчас стряхну пыль с аппаратуры. Бросьте, доктор. У вас тут все натерто до блеска. Ну, как тебе новый дом? И, как я понимаю, новая работа? Многовато неожиданных перемен для одного человека. Я собирался вернуться, ведь нужно развеяться. Если хотите, пойдем вместе. Я не был в центре уже... лет 15. Эйден, похоже, ты гордый владелец мистера... Валерия Констова. Не понимаю, кто этот человек? Этого этого не может быть. Совпадение стопроцентное. Нет никаких сомнений. Если честно, я даже нервничаю. Надеюсь, меня никто не узнает. Для перехода подготовьте все необходимые документы. Предоставьте документы для проверки. Моя старая работа. Это полицейский участок, да? Да. Все не должно было кончиться так. Надеюсь, ты понимаешь. Знаешь, когда мы только начинали программу, в городе было столько преступностей, столько жестоких стычек. Устиной? Хотя тогда ее так не называли. Мы были хорошими людьми, честными гражданами, защищали свой район. Пытались отградиться от всего этого насилия. Твои родители были правы. Они были правы во всем. Тебе неприятно это слышать. Нет. 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 Я понимаю. Кто там? Привет. Я из полиции. Вы миссис Фильтано? Да. Что вы хотели? Есть пара вопросов по делу вашего мужа. Уже поздно. И я думала, полицейские ходят парами. Да, но... Как это вы? Ждете от меня благодарности? Напрасно. По-вашему, я не знала про женщин за стеной? Я пришел не за этим. Поговорите с ним лично. Уверена, он внимательно вас выслушает. Я его видел и хочу спросить, что у него с рукой. Все ясно. Вы разрушили мою жизнь, а теперь хотите добить? Не получится. Он порезал руку за несколько дней до ареста. Можете вставить это в свой героический рассказ. Есть справка из больницы? Идите к черту. Справитель на учреждение свободной территории Ванкурика. Да. Я заключенному Фильтано. Мистер Фильтана сегодня не принимает. Это решает не заключённый. Я правил. К нему запрещено пускать, сэр. А говорили, он не принимает? Да, в любом случае, к нему нельзя. Простите, доктор, здравствуйте. Покажите кое-что. Все отпечатки из дела Фильтана. Да, хорошо. Сейчас найду. Тебе повезло. С дела сняли полный отпечаток ладони. Что? Не вижу ничего особенного. Да, ничего. Фильтана порезал руку перед арестом. До сих пор запинтован. Ты не веришь, что это случилось не во время погони? Или ещё позже? Я был в больнице. Есть записи. Я ещё раз провёл анализ твоего образца. Есть проблема. Совпадение идеальное. Наше тело подвержено воздействию окружающей среды. Проверяются клетки, ДНК. По стечению времени тело восстанавливается. Но судя по образцу, этот констат либо всю жизнь провёл в свинцовом ящике, либо он новорождённый. Почему система этого не заметила? Система адаптивна. Мы не прописывали её реакцию на идеальные совпадения. Это невозможно. Кто-то украл образцы при рождении? Нет, это маловероятно. Мы собираем одну соту от того количества материала, что было у тебя под ногтями. У кого есть доступ к базе? К сожалению, в списке сотни имя, даже тысячи, только с официальным разрешением. Кому их выдают? Ну, их выдают командному составу армии, полиции и высокопоставленным чиновникам. У вас нет? Я могу воспользоваться базой, но в остальном я просто декорациям. Привет, Карин. Доброе утро. Эйден, чем могу помочь? У меня две просьбы. Можешь выбрать одну. Первое. Покажи, кто брал образцы спиралий. Второе. Скажи, где это узнать. А у тебя есть официальный запрос? Это все-таки закрытая информация. Брайм, я одним глазком посмотрю. Ты работаешь на департаменте, все запросы проходят через тебя. Не проходят. И нет, не покажу. Это для важного расследования. Для доктора Уолкота. Я сомневаюсь. Хорошо, скажи, где шеф. Он у него выходной. Больше ничего не скажу. С твоего позволения... Адресок не дашь? До свидания, мистер Магнусон. Доктор? Доктор. Ты зачем сюда приперся? Это недопустимо. Я у себя дома. Дома! Сэр, я... Что бы там ни было, приходи в понедельник утром. Со значком в руке. Нет, сэр, не могу. Мы с доктором нашли сбой в системе. Сбой? Покажите список тех, кто входил в базу. Что за сбой и почему ты, а не старший по званию? Хороший вопрос. Ну все. Я зову охрану. Сэр, невиновные люди в тюрьме. Я знаю, что Фильтана ни при чем. Кто-то использует базу, чтобы подделывать улики. Система скомпрометирована. Мистер Магнусон, вы утверждаете, что некоторые, возможно, и все наши заключенные, попали в тюрьму из-за сбоя в системе? Да. И что старый маразматик и третьесортный охранник заметили это раньше всего руководство полиции? Уходите, мистер Магнусон, не медленно, пока вас не арестовали. Эйден, это я, Джефф. Открывай. Вам пришел констабель Мерсер. Разрешите его впустить. Эйден, это не шутка. Открывай. Ладно, открой. Пусть войдет. Эйден. Эйден, уходи сейчас. Есть ордер на твой арест. Пожаловался на меня, козел. Нет, Эйден. Доктор Улгут убит. Что? Тебя обвиняют в убийстве. Доктор убит? Уходи срочно. Тело нашли утром в его квартире. За тобой приходили, но тебя не было дома. Ты должен бежать из первого сектора. И как можно дальше. Не могу. Меня задержат на границе. Как мне пройти через стену? Можно пройти под ней. Ты должен найти нападавшего. Человека с татуировкой. Докажи, что это подстава. Коп вылезает из туннеля? Глазам не верю. Докажи, что это подставить. Потому что... ... Коп вылезает из туннеля? Копы. Копы. Коп. Копы. И кто здесь теперь главный? Жаней! Сюзен! Сюзен! Девушки отдыхают. Сейчас, сейчас. От нашей воды не тошнит? Я уж думал, больше не увидимся. Что случилось? Так, я знаю одно местечко. Можешь там отсидеться, выспаться, как следует, да? Неплохо, да? Давай. Верхние этажи признаны негодными к постоянному проживанию. Их расселили, но ключи остались у меня. Зацени. Настоящие ключи. Видал? Проходи. Боже. Здесь я прячусь от Элли. Добро пожаловать в рай. Чувствую себя как дома, друг. Класс, да? Все винтажное. Мебель как и стояла. Путешествие по волнам памяти. Тоже винтаж? О, да. Тебе понравится. Они, конечно, в сравнении идут с цыпочками из первого сектора. Но без рыбьи... Ладно. Ладно. Ложи спать. Спасибо, друг. Да. Не за что. Ладно. Ладно. Ну вот. Начнулся. Эйден. Эйден. Это мои друзья. Ладно, дружище. Ты меня бросил. Я же не знал, что ты вернешься. У меня не было выбора. Мне пришлось думать о себе. И... Элли беременна. Знаешь что? Пошел ты. Я не шучу. Скажи что-нибудь. Помолчи. Класс, Эйден. Просто класс. Сколько мы знакомы? Семь лет. Мда. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ГРОСТНАЯ МОЕЛАЯ МУЗЫКА Похоже, ты кого-то разозлил. Мне навсегда нравится моя работа, но сегодня я от нее пострадал. Пошли вы! Что ж, Суперпорт, привет тебе от мэра. Что ж, Суперпорт, привет тебе от мэра. Сходи, проверь. Смотри. 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 Эйден, 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 Ничего, ничего. Это ты их? Да. Спасибо. Проверю карманы. А ты у второго. О, черт, я до сих пор в форме. Пойдем отсюда, тут воняет. Держи. Продолжаются поиски Эйдена Магнусона, самого продажного копа Первого Сектора. Нет, дай мне, я умею. Так холодно. Нет, 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 нет. Черт, это череноват. Элли, все хорошо? Это Томас, сосед. Элли. Элли. У тебя все хорошо? Сейчас сломаю дверь, Элли. Да, привет, привет, Томас. Все хорошо. Элли, ты должна сказать кодовое слово. Элли. Не вынуждай нас. Элли. Ладно. Ладно, ублюдки. Томас! Томас! Элли! Слово «пони!» Слово «пони!» Слово «пони!» Слишком много копов. Быстрее! Идем! Я знаю, кто нам поможет. Вот, прикрой нос и рот. Там полно светлячков. Что это? Репеллент. Кто это был? Все хорошо? Все хорошо? Нет! Так нельзя. Как можно было так облазаться? Я передам своим парням, и они разберутся. Ты не волнуйся. Говорю тебе, мы его найдем, и я сам лично его убью. Если надо. Это Роман меня подставил. Он, кажется, работает в городе. Ладно, целую. Да. Пока-пока. Сьюзи, малышка моя. Ну, кто этот парень? Это… Эндрю. Привет. Очень приятно. Валерий. Валерий Констов. Валерий Констов. Слушай, у меня был тяжелый день. Нет времени на болтовню. Итак, что тебе привело с твоим другом Эндрю? Ну, проблемы с полицией. В городе. О, нет, нет. Хватит. Я уже нахлебался от этих легалок. Меня чуть не посадили за то, чего я вообще не делаю. В тюрьму не вернусь. Все. Валерий. Я же не просто так прошу. Во-первых, я не имею никаких дел с теми, кого не знаю. Так что прошу вас, мистер Эндрю, положить руку сюда для сканирования. Где ты, кусок дерьма? Так, вот оно. Прикладывайте руку. Идентифицирован Эндрю Спаркс. Сьюзи. Вам надо выбираться из города. Сьюзи, иди сюда. Мистер Эндрю. Идите в зал, повеселитесь. Я лучше где-нибудь тут подожду. Спасибо. Сьюзен. Возьми. На удачу. Мистер Эндрю, у вас красивый браслет. Ну, и как мы выберемся? Я не умею плавать. Что это было? Ты мне скажешь. Я видела лицо. Не твое. Я сам не знаю. Что это, Эйден? Не знаю. Спроси своего Валерия. Он интересовался. Если бы я слушала его, меня бы тут не было. Я правда не знаю, что это. Двадцать пять, четырнадцать, десять, прием. Ваше сообщение. Четырнадцать, двадцать пять, десять. Он отправил нас к этому пункту, да? Да. Ладно. Пойду первым. Если у меня получится, ты за мной. Вот. Возьми. Удачи. Внимание. Спираль не начитается. Что такое? Что ты задумал? Порядок. Порядок. Можете проходить. У нас проблемы с оборудованием. Проходите. Спасибо. И вы, мисс Хенбрук. Эй, Сьюзи. Постой. Я больше не могу. Как бесконечные фейерверки. Я любил смотреть о них в детстве. Родители меня водили. Забавно, это был символ начала лета. А теперь оно не кончается. Они милые. Родители не взрывы. Они живут в городе? Нет. Они живут не в городе. Меня растила тетя. Прости. Что с ними случилось? Ну, они оба принимали активное участие в политике. И когда строили стену, взорвалась бомба. Урона почти не было, но моего отца прижали, и он бежал. Меня отдали тете Тресси. А твои? Мои. У меня была их фотография. Но ее украли. Зато у меня был дядя Билл. Не уверена, что он мне родной. Он моряк. Шумный, пьяный ублюдок. Красиво. Ну да. Тяжело жить одному. А-а-а! А-а! А-а-а! А-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Сюзэн, куда ты? Я же не умею плавать. Иди на восток. Ты найдёшь их там. Кого? Они помогут найти, что нужно. Вернись! Не могу. Я обещала, что не пойду с тобой, Эйден. С ума сойти. Куда я теперь пойду? На восток, Эйден! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не двигайся! Не пытайся уйти! Я тебя не ограблю, а ты меня можешь. Тебе понравится. Секрет удачной торговли. Начинай с шутки. Надо было заветить, но не буду. Может, такой благородный господин интересуется старыми фотоальбомами? А дом, где ты его взял? Далеко? Это обидно. Оскорбительный номер. Это дом. Он где-то близко? Да, да. Он вроде был в том направлении, но тебе лучше пойти вон туда. Там будет старый продовольственный склад. Там тебе подскажут, куда дальше. Иди. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА